Доброе утро! Прямо сейчас начинаем! Что нам сегодня понадобится? Нам сегодня понадобится рисовая лапша, также нам понадобятся овощи перец болгарский, морковь, огурец, лук зеленый, салат ромен, стебель сельдерея, помидоры черри, чеснок, а также соусы, в которые входят соевый соус, чили соус, а также кунжутное масло. Ну и, конечно же, телятина. А также немного соли, сахара, в общем, вкус должен получиться очень насыщенный. А как много нам нужно времени? Я думаю, нам понадобится минут 15, так как нужно подготовить рисовую лапшу, ну и, конечно же, нарезать овощи. Для такого оригинального блюда 15 минут совсем немного, так что начинаем! Начинаем! Для начала нам понадобится запарить рисовую лапшу. Это приготовляется очень быстро, достаточно только залить ее кипятком и оставить на 5 минут. Вот, берем кипяток и заливаем. Видите, она сразу тает и превращается в мягкой. В приготовлении подобной лапши особых трудностей нет, поэтому главное открывать для себя новые продукты. А когда мы ее заливаем всего на несколько минут, это делает еще и проще процесс приготовления, ведь тут ее точно не переваришь. А можно она перестоять в воде, допустим? Может, поэтому нам нужно следить, чтобы она не переварилась. Дальше. Подготавливаем овощи. Нарезка у нас будет, как всегда, традиционная тайская соломкой. Нам понадобится примерно по 50 грамм всех овощей. Берем огурец. Отрезаем. Огурец будем терять на терке? Да, у меня есть специальное приспособление, которое облегчит нам работу. Скажи, пожалуйста, вот это классический набор овощей, либо все-таки мы можем его как-то менять? Набор овощей не является главным в тайской кухне, так что импровизируйте на ваше усмотрение. Тайцы добавляют и яблоко, и цитрусовые. В этом нет ничего сверхъестественного. Так что это еще и очень удобно. А еще тайская кухня очень часто весьма и весьма островата. Во-первых, потому что это жаркие регионы, а все знаем, что перец помогает нейтрализовать вредные бактерии. А кроме того, ведутся жаркие споры. Полезно есть острую пищу или вредно? Ученые прийти к единому мнению не могут до сих пор. Так что нужно задуматься над тем, что мы едим и зачем. Тем временем мы нарезали морковь, и теперь я беру стебель сельдерея. Это очень мягкий, очень диетический продукт, поэтому обязательно стоит его включать в свой рацион. Он весьма доступен, а еще, кстати, если вы стараетесь похудеть, он очень и очень снижает аппетит. Так что является отличной диетической добавкой. Обратите внимание, что овощи нарезаются очень мелко для того, чтобы наш салат хорошо промариновался. Это действительно одна из основ. Нарезать, может быть, подобным образом будет и тяжеловато, но лучше заморочиться. Тем временем лапша готова? Проверяем. Как это должно выглядеть? Лапша всегда проверяется по вкусу. В принципе, она очень мягкая. И следующим важным этапом это погрузить ее в холодную воду для того, чтобы она стала хрустящей. В воде у нас прямо лед плавает, поэтому лучше, конечно, заморозить несколько кубиков для того, чтобы она действительно была леденящая. Опускаем лапшу в холодную воду на 3 минуты. Она сразу же белеет, обратите внимание, и приобретает характерный, привычный нам уже готовый вид. Так что тут тоже важно не передержать. Ждем 3 минуты. Лапша готова. Видите, она приобрела белый характерный цвет. Наматываем ее на пинцет. Это, наверное, уже делать может исключительно профессионал в нашем домашнем случае. Никто не мешает отбросить ее на дуршлаг на несколько минут и избавиться от лишней влаги. А дальше будем тщательно нарезать довольно крупными кусочками. Мы ее просто перережем для того, чтобы лапша не запутывалась с овощами. Это сделает наш шалат удобнее в процессе еды, ну а еще так будет попросту проще. А теперь приступим к обжариванию телятины. Телятину я сверху посыпаю крахмалом для того, чтобы она была вязкая, и когда будет она обжариваться, соус питается в нее, и она получится более мягкая и сочная. Действительно, это очень вкусно. Попробуйте сделать это дома самостоятельно. Это довольно просто. Можно, конечно, индивидуально обволакивать каждый кусочек, можно сделать подобным образом. И помните, что крахмал в подобных блюдах обязательный, ведь мы все-таки готовим традиционное тайское блюдо. На сухую сковороду высыпаю телятины, чтобы она немножечко посушилась, чтобы в последствии, когда мы будем выливать масло, она не взялась моментально в крахмал. Чуть-чуть подсушиваем, а тем временем заправляем салат. Заправляем салат кунжутным маслом и соевым соусом. А также дорежем зеленый лук, который пойдет у нас на декор. Нарезаем такими перьями. Действительно. Ну и, конечно же, чеснок. Тайская кухня без чеснока никуда. Возможно, конечно, это не очень понравится вашим офисным сотрудникам, но, тем не менее, блюдо это традиционное, и без чеснока тоже никуда не обойтись. Добавляем чеснок сразу в салат. Телятина подсушилась и добавляем оливковое масло. Совсем немного. Для цвета. Пока телятина обжаривается, я нарежу помидоры черри. Не забываем помешивать. Телятина готова. Я добавляю сладкий чили-соус. Вот это как раз та острота, о которой мы говорили в тайской кухне. Также салат нужно приправить чуть-чуть солью и сахаром для смягчения вкуса. Так мы добьемся такого традиционного кисло-сладко-острого оттенка во вкусе. Перемешав салат... Татьяна, я могу его выкладывать? С удовольствием. Не нажимайте на салат, когда перемешиваете. Его нужно слегка вспушить. Мне нравится, что в нем очень много оттенков. Как вкусовых, так и цветовых. Действительно, очень красивое и яркое блюдо. При этом оно практически не подавалось термической обработке. Поэтому овощи сохранили все свои первоначальные витамины. Это, согласитесь, тоже очень прекрасно. Их полезно. А мы, в свою очередь, добавляем немножечко салата. И, как всегда, добавляем, конечно же, основное мясо вместе с соусом. Конечно. Для этого я его и заливал соусом. Но соуса очень мало. Он впитался в телятину и свой вкус отдал именно ей. Но это тоже здорово. При этом очень акцентированный аромат кунжутного масла в этом блюде присутствует. Поэтому его нужно добавлять обязательно для того, чтобы добиться первоначального вкуса. Ну, а нам остается только его украсить. Компоненты мы уже предварительно подготовили. Помидоры черри для яркости и красоты. Зеленый лук. Ну и, конечно же, кунжут. Куда же без него, действительно, в азиатской кухне. Кроме того, кунжут очень и очень полезный. Лучше есть его как минимум одну чайную ложку в день для того, чтобы организм наш запасался необходимыми маслами. Так что готовьте все новые и новые блюда. Мы будем стараться помогать вам все новыми, как всегда, оригинальными и проверенными рецептами в ресторане Кадор, который находится у нас в Одессе по адресу французский бульвар 66-3. Так что вам приятного аппетита, а мы начинаем пробовать. Спасибо, Костя. Приятного аппетита!